Прокопьевск, столица Дня Шахтёра 2015, преображается. Летом у строителей самая активная стадия работы. Накануне качество проверил первый заместитель губернатора Максим Макин. Всего по программе подготовки к главному празднику Кузбасса в Прокопьевске будет отремонтировано и построено около 200 важнейших объектов жилищной и социальной сферы. Подробности у Анастасии Улановой. Так было, а так будет. Дворец культуры среди зданий, в которых уже происходят кардинальные перемены к лучшему. Здесь, как и во всём Прокопьевске, Дня Шахтёра ждут с нетерпением. Обновлённый фасад, фойе, зрительный зал, сцены, раздевалки – всё совершенно в ином исполнении, современном и стильном. После ремонта маленьким певцам, танцорам и спортсменам здесь станет комфортнее. Я в ДК имени Маяковского каждый день хожу. Изменился он сильно. Раньше был не такой красивый, сейчас стал намного красивее. Мы очень ждём, не дождёмся, чтобы выступать на новой сцене. На концерты приходят мои родители и друзья. И когда отремонтируют зал, я знаю, что им будет приятно. В городе приводят в порядок дорожное полотно, расширяют проезды, обустраивают площадки для парковок. На объектах здравоохранения, социальной сферы, образования результаты совместных усилий коммунальщиков и строителей уже ощутимы. Среди крупнейших проектов, вошедших в программу подготовки ко Дню Шахтёры, строительство нового современного дворца бракосочетаний двух детских садов. Мне правнучка полтора годика, может быть, возможно, сюда и пойдём. Это очень хорошо. Хоть много ребятишек будут ходить в этот садик. Всего более двухсот объектов мы ремонтируем, подготавливаем. К Дню Шахтёра, вот здесь, в городе Прокопьевск, инвестиции составляют более двух миллиардов рублей. Но работаем не только бюджетными средствами, точно так же работаем с малым, средним и крупным бизнесом. Ну а Зинковский парк – это вообще, в принципе, жемчужина города Прокопьевска. Мы посмотрели сегодня, как там люди отдыхают. И я думаю, что одно из мероприятий Дня Шахтёра мы обязательно в Зинковском парке сделаем. В преддверии праздника город Труженик живёт в особом режиме. Но прокопчане умеют как работать, так и отдыхать. И любимое место – это именно Зинковский парк. А чтобы отдых был доступен для всех, планируется на берегу Зинковского пруда обустроить специальную зону отдыха для людей с ограниченными возможностями.